Вы смотрите программу «Губерния». Вот главные темы выпуска. Почти 200 человек беженцев сейчас живут в Иванове. Какая поддержка полагается вынужденно покинувшим регионы Украины? И чем можно помочь? Расскажем в выпуске. Следствие по громкому делу Кухомского стрелка завершено. Его передали в Ивановский районный суд. Сторона защиты намерена добиться оправдательного приговора. Настроены мы, значит, на оправдание, потому что, естественно, если бы не он, значит, у нас. То есть труб, грубо говоря, больше намного. Внештатная ситуация на маршруте номер 136. Готовится смена перевозчика. Каковы перспективы? С маршрутками вопрос, конечно, стоит острый. Третий год в отряд Ивановец вынужден отапливать муниципальную квартиру электрообогревателями, в то время как новое газовое оборудование пылится в коробках. Вот у меня дед воевал за светлое будущее. Это вот такое вот будущее у нас. Почему мэрия не может подключить газ в этой квартире? В Иванове достраивают пять проблемных домов. На восстелье ожидают более 400 обманутых дольщиков. Когда вот у тебя на глазах, ну, как бы, достроится твой дом, и ты понимаешь, что скоро будет хлопот, он уже приятный по ремонту, конечно, все-таки это радует. Мы узнали, как ведутся работы и когда дома достроят. Это очень большое спасибо. Вообще, мэрия, это вообще чудеса какое-то. После инсульта Геннадий Николаевич проверяет сердце по два раза в год. Пришел сегодня и не узнал родную Кохомскую поликлинику. Ремонт сделан на третьем. Расскажем, когда работы закончатся полностью. Ну, а теперь об этих и других событиях более подробно. Здравствуйте. В студии Сергей Веселов. Во вторник в Иванове мужчина застрял в перевернувшемся фургоне. ДТП произошло в московском микрорайоне. Момент столкновения попал в объектив камеры наблюдения. Микроавтобус «Фольксваген» двигался по второму московскому проезду. В этот момент с прилегающей улочки на перекресток выехал «Опель». Удар пришелся в заднюю часть иномарки. В результате она проехала по инерции несколько метров и перевернулась. Водитель микроавтобуса оказался заблокированным в салоне машины. Потребовалась помощь спасателей. Они прибыли на место спустя несколько минут и решили проблему. Оказалось, что автомобилист из «Фольксвагена» получил травму. Его госпитализировали в областную больницу. На горячую линию телекомпании «Барс» пришло сообщение о готовящейся забастовке водителей со 136 маршрута. Состоялась ли акция и какова ее причина, выяснила Ирина Афонина. Водители 136 маршрута обещали не выйти на рейс. Сообщение о предполагаемой забастовке пришло на горячую линию компании ранним утром во вторник. Акция планировалась на кольце маршрута в микрорайоне Просторный в Кохме. Причина волнения пояснил звонивший закрытие маршрута. 136 маршрут проходит от микрорайона Просторный, затем по Кохме. На нем ездят в Иваново, мимо областной больницы, через центральный рынок по проспекту Ленина до Пустошбора. На данном направлении работал индивидуальный предприниматель Александр Антонов, которого не стало. Чтобы маршрут работал и дальше, необходим новый конкурс. Сейчас, в настоящее время, департаментом разрабатывается конкурс на документация с новым расписанием движения для данного маршрута и вводом в эксплуатацию на 136-й автобусов М3 категории. То есть это ПАС, Богдан, ну и так далее. То есть пассажирам переживать совершенно не стоит. Маршрут будет работать. На кольце в Просторном тишина, обстановка штатная. Всего за маршрутом закреплено 30 машин. При замене микроавтобусов на большее их количество уменьшится. Интервал движения 10 минут. Сегодня в 7 утра хотели бастовать. Чего-то никого нет. И все, работаете. Все нормально у вас? Ну, не знаю, не в курсе. За рулем микроавтобуса 20 лет. Конечно, не хотелось бы потерять работу-то. Придется искать другую. При замене подвижного состава водители обещают пересадить за руль автобуса на этом же маршруте. Водители волнения отрицали. А вот кахамчане, которые пользуются услугами перевозчиков, переживали за судьбу 136-го. 136-я она идет через Просторный в Кохму. То есть в Просторном, наверное, тоже дети и в школу ходят, в поликлинику. Микрайон обслуживает 136-я и 130-я маршрутки. Последние ездят нерегулярно. И маршрут несколько короче и менее удобный. Удобно было бы, если бы ходила маршрутка через Просторный, и можно было спокойно доезжать до поликлиники. Что касается забастовки, ее не было. По словам кахамчан, в понедельник сюда приезжали полицейские. Кого-то даже оштрафовали. Ситуация нештатная и напоминает конфликт интересов. Маршрут привлекательный. Ирина Афонина, Сергей Тютин, телекомпания «Барс». Свидетельство бывшего индивидуального предпринимателя, который работал на 136-м маршруте, аннулировано в связи с прекращением деятельности, сообщили в Департаменте дорожного хозяйства. Сведения поступили 10 октября из службы налоговой инспекции. Вчера объявили отбор организаций для осуществления, выполнения рейсов по данному маршруту на период розыгрыша основного конкурса. Поэтому на людях это никак не скажется. 186 вынужденных переселенцев с территории Украины, а также из Донецкой и Луганской народных республик сейчас находятся в пунктах временного размещения в Иванове. Всего их три. Как нам уточнила детский омбудсмен Татьяна Океанская, первая организованная группа приехала в Ивановскую область 13 мая. Это 120 человек. Чуть меньше половины из них уже вернулись обратно или переехали в другие регионы России. 14 октября прибыла еще одна группа переселенцев. К нам прибыло 95 человек. В основном это люди из Харьковской области, то есть территории Украины. Есть пенсионерка, которая прибыла с территории Российской Федерации. Есть 14 человек, которые к нам прибыли из Луганской народной республики. Есть один человек, который прибыл к нам из Донецкой народной республики. В пунктах временного размещения с переселенцами работают сразу же все службы, рассказала омбудсмен. Обязательно медики, соцзащита. С документами помогают сотрудники миграционной службы, нотариусы. О вакантных рабочих местах сообщает Комитет по труду и занятости населения. Всех прикрепляют к поликлиникам, чтобы была возможность получать медицинскую помощь. Среди вынужденных переселенцев есть 47 детей, от 8 месяцев до 17 лет. Их обязательно определяют в детские сады и школы. Те детки, которые у нас приехали в первую волну, вспоминать, я говорила, 13 мая к нам прибыли 120 человек. Общей сложностью многие из них, семьи остались, и детки, конечно, пошли в школу с 1 сентября, как все остальные. В пунктах временного размещения пока что беженцы могут находиться бессрочно. На суточное пребывание в ПВР, трехразовое питание и средства личной гигиены государство выделяет средства. Плюс каждому вынужденному переселенцу положен ряд социальных выплат. Например, ежемесячно ветеранам Великой Отечественной войны 5 тысяч рублей. На детей до 18 лет по 4 тысяч рублей. Пенсионные начисления 10 тысяч. Единовременные выплаты беременным женщинам 10 тысяч рублей и 20 тысяч по рождению ребенка. И ряд других. Однако все это, конечно, они начинают получать не сразу. Только после того, как оформлены карты, когда проверены все документы и так далее, вот этот весь процесс пройден, тогда уже назначаются вот эти вот выплаты. Именно поэтому в том числе ведется сбор гуманитарной помощи, потому что люди приезжают абсолютно без всего. Им выдается анкета, в которой они могут рассказать, в чем имеют потребность. В тапочках есть, в теплой одежде, особенно взрослой теплой одежде, для пенсионеров это нужно. Памперсы для детей. Все остальное пока в... Все нужды пока удовлетворены. Централизованные пункты сбора гуманитарной помощи находятся на площади Революции 4, в центре соцобслуживания населения на улице Калинина 50, а также в пункте ОНФ на Сосновой 1. По номерам телефонов, которые вы видите на экране, можно позвонить, уточнить, что необходимо и куда можно отвезти. Что касается лекарств, они также требуются. Однако детский омбудсмен попросила не приносить на пункты сбора медикаменты, поскольку их подбирают индивидуально и привозят централизованно. Мы обходимся помощью благотворителей, но в любом случае благотворители выделяют деньги. Идет уже целенаправленная закупка лекарства, и это все персонально отдается людям. Дело Кохомского стрелка передано в Ивановский районный суд. Участники процесса ждут, когда судья рассмотрит дело и назначит первое заседание. Сторона защиты настроена добиться оправдательного приговора. О громкой истории напомнит Денис Воробьев. В июне прошлого года в доме семьи Красновых произошла трагедия, которая позднее прогремит на всю страну. По словам очевидцев, агрессивная толпа из нескольких десятков человек разбивала стекла автомобилей, перелизала через забор и угрожала оружием в адрес Красновых. Александр, глава семейства, пытался уладить конфликт словесно, но тут же получил огнестрельное ранение в живот. Тогда он вернулся в дом, взял из сейфа сайгу и открыл огонь по нападавшим. В результате один человек был убит, еще несколько ранены. На следующий день Кохомский стрелок сдался правоохранителем и был помещен в СИЗО. Ему вменяли умышленное убийство. Дело тут же вызвало сильный резонанс. Им стали заниматься московские следователи. Спустя полгода статью переквалифицировали, а Александра выпустили из СИЗО. Ну, по крайней мере, он под подпиской, естественно, супруг дома. Как бы, естественно, спокойней. Ну, а так, значит, следствие закончилось, дело мы закрыли, дело передали в суд. Сейчас мы ждем, когда назначат дату первого слушания по суду. Вот. Настроены мы, значит, на оправдание, потому что, естественно, да, тут, если бы не он, значит, у нас. То есть трупов было бы больше, намного. Александру Краснову инкриминируют 108-ю статью Уголовного кодекса. Убийство при превышении пределов необходимой самообороны. В этом году Пленум Верховного суда внес изменения о необходимой обороне. По словам адвоката, это может существенно повлиять при рассмотрении дела. Лицо наделено большими возможностями для обороны в случае проникновения в его дом. В данном случае как раз у нас и имеет место нападение лиц на дом Краснова. Оборона не только лиц, которые были в доме, но и самого места жительства, самого дома, места проживания. Поэтому как раз его действия и совпадают с теми изменениями, которые были внесены в Пленум. И в том числе на основании этого также будем ставить вопрос об отсутствии состава преступлений. Что касается напавших на дом Красновых, то по ним уже состоялось два судебных заседания. Сейчас под стражей находятся два человека. Им вменяют 213-ю статью, часть 2-ю Уголовного кодекса. Хулиганство совершенной группы лиц с применением оружия. В суде было установлено, что один из них ранее жил в России под другой фамилией. Подсудимый аргументировал это депортацией из страны. В результате он съездил на родину, сменил фамилию и вернулся обратно, незаконно проживая на территории России. Кроме того, один из подсудимых пытался оспорить свое нахождение под арестом. Денис Воробьев, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс». Ну а сейчас короткая реклама. Оставайтесь с нами. Вот о чем узнаете во второй части выпуска. Третий год в отряд Ивановец вынужден отапливать муниципальную квартиру электрообогревателями. В то время как новое газовое оборудование пылится в коробках. Вот у меня дед воевал за светлое будущее. Это вот такое вот будущее у нас. Почему мэрия не может подключить газ в этой квартире? Это очень большое спасибо. Вообще чудеса какое-то. После инсульта Геннадий Николаевич проверяет сердце по два раза в год. Пришел сегодня и не узнал родную Кохомскую поликлинику. Ремонт сделан на треть. Расскажем, когда работы закончатся полностью. Заботишься о безопасности и хочешь знать, что происходит в твоем дворе на парковке или детской площадке? Звони 93 93 93. Интеркомтел. Вы смотрите программу «Губерния». Мы продолжаем выпуск. На всех пяти проблемных домах, за достройку которых отвечает Ивановский фонд защиты прав дольщиков, рабочие укладываются в сроки. За ходом строительства следят не только чиновники, но и сами дольщики. Новоселье они ждут уже восемь лет. Наша съемочная группа побывала на некоторых объектах и посмотрела, как они меняются. Подробности в репортаже. Компания «Веромарк» оставила после себя самый большой фронт работы и самое большое число обманутых дольщиков. В две эти высотки на Лежневской улице еще в 2016 году должны были заехать более 350 пострадавших. Работы здесь возобновились только этим летом. В фонде защиты прав дольщиков говорят, уже многое сделано. Сейчас там первая секция монолита закончена. Идет вторая секция монолита. Среди ноября она будет закончена. Кран переходит на сторону панелей. Впрочем, изменения заметны и на глаз. Возводится уже 15-й этаж панельного дома. Все построенные этажи остеклены. Переложены балконы в монолитном доме. А весь двор заставлен панелями. Когда-то их производила ДСК. Теперь везут из Домодедова. Проблем с поставками не ожидается. Готовы также тепловые пункты. Ведется разводка коммуникаций. Очень часто мне многие звонят. Я хожу и смотрю, когда у тебя на глазах достроится твой дом. И ты понимаешь, что скоро будут хлопоты, но уже приятные по ремонту. Конечно, все-таки это радует. Это как бы стимулирует. Уже подбираем какие-то строительные, отделочные материалы. Уже что-то придумываем. Что-то уже начинаем фантазировать. То есть настроение поменялось очень. Анна – одна из почти сотни дольщиков Пумы. Ее не достроено на улице Красных Зорь. Там же покупала квартиру и коллега Анны – Анастасия Нуждина. Вместе прошли путь от отчаяния до надежды. Дом у нас практически напротив. И вот все это затухание, вывозили технику, проходило у нас на глазах. Конечно, было грустно. Мы пытались бороться. Собрали вокруг себя всех дольщиков. Не давали себе унывать. Ну и сейчас радуемся тому, что все наши усилия не прошли зря. Многоэтажка на Красных Зорь с июня также заметно подросла. Здесь пришлось демонтировать весь шестой этаж. А сейчас строится седьмой. Есть остекление. Параллельно в доме монтируют внутренние сети. Ведут черновую стяжку полов, штукатурят стены. У Пумы есть и еще один брошенный объект – малоэтажный. Там пострадали 13 человек. По Володиной 5 скажу, что там заканчивает наружный фасад. Внутренние работы заканчивают. Крыша готова. И со следующей недели они планируют приступить к благоустройству. Начались работы и на улице Зверева, 22. Объекты встроенвеста. Около 30 пострадавших. Все пять домов должны быть сданы до конца будущего года. Малоэтажка на Володиной в июне. Работы, говорят в фонде защиты правдольщиков, везде идут по графику. Проблем с поставкой материалов нет. Общий объем финансирования достройки полтора года назад оценивался в 650 миллионов рублей. Ну а вероятно сумма увеличится. Сметы пересматриваются в связи с ростом цен на стройматериалы. Татьяна Прокопенко, Денис Железов, телекомпания «ВАРС». В нашу редакцию обратился Ивановец, проживающий на Суздальской улице. Вот уже третий год подряд. Муниципальную квартиру мужчина вынужден отапливать электрическими обогревателями. Столько же времени он обивает пороги администрации с надеждой сдвинуть историю с мертвой точки. Все это время новое газовое оборудование просто пылится в коробках. Почему же его не подключили, разбиралась наша съемочная группа. Владимир Шарегин живет в муниципальной квартире на Суздальской уже 40 лет. Многоквартирный дом, построенный в 50-е годы прошлого века, долго не видел ремонта. В 20-м году, благодаря заявлениям в прокуратуру, мужчина добился капитального ремонта для своего жилья. Закупили и новое газовое оборудование – плиту и котел. Да только вот уже третий год они так и стоят нераспакованными. В 20-м году сделали ремонт, до сих пор отопление не подключают, потому что восьмая квартира разрушила дымоход, вымонтировав туда стиральную машину. Сейчас они уехали, сейчас другие живут жители, но и эти жители тоже. Никого не будут пускать в себя в квартиру, для проведения ремонта ничего не приводит в порядок. Они над вами живут? Надо мной, да. Третий год мужчина готовит на электрической плитке и греется обогревателями, поэтому, говорит, счета за электричество космические. И даже за такие суммы протопить квартиру нормально все равно не получается даже весной или осенью, не говоря уже о зиме. Некогда долгожданный ремонт местами пошел прахом, обои уже пришлось переклеивать. И вот это все, вот сырость, все это идет по обоям, это идет плесень, деформации дверей, которые поставили. И вот уже, то есть, сестра здесь не живет, потому что здесь жить невозможно. Здесь надо иметь голосальное мужество, чтобы здесь жить. За три года ответов из разных инстанций набралась стопка. Вот, например, из прокуратуры. Пишут, техническое состояние дымоходов и вентканалов не позволяет их использовать. Нарушений со стороны АО «Газпромгазораспределения» Иваново нет. По информации госжилы инспекции, житель восьмой квартиры привлечен к административной ответственности за самовольную перепланировку, в том числе разрушение дымохода. Пока же собственник не устранит нарушения, дословно в разумные сроки, Владимиру не подключат газ. Только вот жильцы злополучной квартиры сверху на контакт не идут, сроки размылись. И пословица, обещанного три года ждут, для Владимира перестало быть фигуральной. В администрации звонишь, кто занимается. То и дело перебрасывали с отдела в отдел. Исключительно у них. Либо они в отпуске, либо их никого нет. И никто этим не занимается. Сроков никаких не обозначено, когда это будет. Мы также обратились в администрацию города. В управлении жилищной политики точные сроки нам назвали. До 5 ноября собственник, разрушивший дымоход, должен привести жилье в прежнее состояние. Либо же согласовать перепланировку с мэрией. В случае, если собственник данного жилого помещения не приведет в прежнее состояние, либо не согласует данные виды работ, администрация города Иваново выйдет с иском о понуждении данного собственника о приведении в прежнее состояние, либо же о продаже с публичных торгов данного жилого помещения. Суммой вырученной с продажи квартиры новый собственник сможет покрыть расходы по устранению нарушений. Для Владимира же пока что ситуация остается неизменной, а сроки размытыми. Вот у меня дед воевал за светлое будущее. Это вот такое вот будущее у нас. Так только фашисты поступали, морозили людей. Алина Марчева, Дмитрий Добыш, телекомпания «Барс». В Кохомской поликлинике врачи вынуждены работать только в третье здание. В остальных помещениях идет ремонт. Есть пациенты, недовольные временными неудобствами, а есть те, кто обновления называет не иначе, как чудесами. Что такого чудесного в Кохме, расскажет Дарья Костина. Кохомская поликлиника для взрослых. К ней прикреплено 40 тысяч жителей Кохмы, Богданихи, поселка Железнодорожный. Народу много, все пока ютятся в третье здание. За два месяца здесь сделан ремонт. Одно из крыльев поликлиники выполнено полностью. Вот как вы сейчас видите, завершены работы. Здесь сформирован весь объем оказания медицинской помощи, поскольку в других помещениях идут ремонтные работы, пока еще только под черновую отделку. В этом крыле завершены фасадные и внутренние работы. В прошлом году в поликлинике на 90% заменили оборудование. По словам медперсонала, теперь они могут обследовать больше пациентов и более тщательно. То есть это все виды ультразвукового обследования, и суставы, и нижние конечности, и сердце, и брюшная полость, и щитовидная железа. То есть много можно перечислять. Ожидание составляет в пределах 10 дней, то есть 7-10 дней. Геннадий Николаевич – послушный пациент. После перенесенных заболеваний обследуется по два раза в год. Пришел сегодня, удивился. Поликлиника, конечно, была запущена, сейчас все делаю идеально, просто кристальная поликлиника. Это очень большое спасибо. Вообще, мы тут вообще чудеса какое-то. Сделали такой поликлиник, такой здание, такой ремонт, такое трудное время. Нашли средства, все, старания, это вообще врачей, тут персонал, вообще и дюмительные все. А вот Эльвира Владимировна говорит, здесь на приеме впервые. Старалась обходиться без больниц. К врачу ее отправили из Центра здоровья. Удивлена, полную диспансеризацию прошла за день. Мне очень понравилось, хотела давать Центр здоровья в Кохме. То есть, действительно, я пришла по времени, без очереди, во всех кабинетах меня полностью обследовали. Потом дополнительно вызвали, еще сделали обследование дополнительно уже вот в этой поликлинике. То есть, вот я результатами очень довольна. А медики довольны результатами строителей. Говорят, работают быстро и качественно. Раньше в три смены, теперь в две. Жители пожаловались на шум ночью. У нас осталось две трети ремонта нашей поликлиники. По договору мы должны закончить в декабре месяце ремонтные работы. И очень надеемся, что подрядчик нас не подведет и вся работа выполнит срок. Сейчас поликлинику ремонтируют 36 человек. По словам медперсонала, недовольные временными неудобствами пациенты есть, но большинство относится с пониманием. Дарья Костина, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс». Один из жителей Шуи во время прогулки по райцентру увидел необычную собаку. Животное было сине-зеленого цвета. Молодой человек тут же воспользовался мобильным телефоном и запечатлел явление. А затем опубликовал ролик в соцсетях. Конечно, такой цвет для собак не характерен. Такой оттенок имеет спиртовой раствор бриллиантового зеленого. Он больше известен как зеленка. И, вполне возможно, бездомный пёс стал жертвой хулиганства со стороны неизвестных злоумышленников. Ну а сейчас несколько слов о погоде на предстоящие сутки. Сколько нужно времени, чтобы избавиться от варикоза? Две минуты запись на приём, 30 минут диагностика, 20 минут бесплатная сдача анализов. 40 минут лазерная процедура. Всего полтора часа и варикоз прощай. Клиника «Варикоза нет» в Иваново. 300-300. В среду в нашем регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха днём 2-4 градуса выше нуля. Ветер южный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 65%. По прогнозам синоптиков, циклон, идущий на нашу область, принесёт в ближайшие дни дождь, временами со снегом. В Рио. Мега-акция. Все чеки из текстильного центра участвуют в розыгрыше автомобиля. И, внимание, одного миллиона рублей. И кофе, бургер, лимонад в придачу. Осенний сезон стартовал. Сразу после выпуска новостей смотрите объявления в городской хронике. Интересные истории, видео и фото сообщений вы можете направлять на наши редакционные мессенджеры. Вайбер и Телеграм. Номер вы видите на экране. Присылайте свои темы через наш сайт Иванова Ньюс или звоните по телефону горячей линии. 58-77-77. На этом выпуск завершён. Я с вами прощаюсь. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok